Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. От установки павильона до восстановления школ. Что волнует жителей города? Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Забыл? Заплати штрафы, выйди из салона. В Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Юбилейный пациент. В Самарской области число вакцинируемых от коронавирусной инфекции близится к полумиллионной отметке. В России могут дифференцировать штрафы для малого и среднего бизнеса. По какому критерию, расскажем в новостях экономики. На свежем воздухе без телефонов и планшетов. Веселые старты с участием воспитанников детских садов прошли в промышленном районе города. От установки остановочного павильона до восстановления школ. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Что волнует жителей города, расскажут наши корреспонденты. Решение проблем города через диалог с жителями. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан. С просьбой установить остановочный павильон на улице Структурной обратилась жительница железнодорожного района Лидия Кащеева. Мы живем на улице Структурной и у нас около магазина нет ни остановки, автобус останавливается, но нет самой остановки. Если дождь или ветер, то мы стоим на ветрах. Решение было найдено. Вскоре жителям установят временный остановочный павильон, отцепят асфальт и оборудуют прилегающую территорию дорожными знаками. В следующем году объект на Структурной включен в план работ на капитальную установку. В середину июля у вас будет стоять. Если вдруг не будет, вы знаете, как меня найти. А вот родители-активисты, в чьи дети учатся в одной из самарских гимназий, волнуют запуск корпуса начальной школы по улице Перекопской. В 2009 году в силу строительных причин из-за того, что произошел подмыв грунта, школа дала осадку и было критическое состояние. Невозможно было учиться. Детей переселили временно в основной корпус. По истечении времени сделали экспертизу. Экспертиза решила, что здание можно восстановить. Нужны денежные средства. Сейчас дети у нас все это время учатся в две смены. Хотелось бы все-таки восстановить это здание. Глава Самары поручил подойти к этому вопросу основательно. Поэтому первым шагом на пути восстановления корпуса начальной школы гимназии станет пересмотр проекта под современные образовательные требования. В этом году мы с вами вносим изменения в проект, в смету. А в следующем году тогда закладываем в бюджет ремонт этой школы. Другие обращения граждан также приняты в работу. Ольга Павлова, Ольга Хомракулова, Василий Калдашов, Николай Епифанов. События. Самарские пляжи готовят к летнему сезону. В этом году в городе будет оборудовано 9 мест для безопасного купания. На набережной установили порядка 30 биокабин туалетов. А работу стационарных и передвижных планируют продлить до 10 вечера. Подробнее о том, как идет подготовка, узнавала мэри Елчан. До официального старта пляжного сезона остаются считанные дни. Поэтому службы благоустройства вовсю продолжают к нему готовиться. В этом году в городе оборудуют 9 мест для купания и отдыха горожан в летний период. После паводка со всех пляжей уже вывезли на полигоны более 80 тонн мусора. Провели и заборы воды, результаты которого не показали наличие химических и бактериологических загрязнений. Контрактом предусмотрен постоянный мониторинг состояния воды на наличие вредных веществ. Также пляжи будут оборудованы и установлены в конце Александрова. Это спасательное оборудование будет с 7 числа. Значит, установка спасательных постов. Всего их 14 запланированы. На набережной установили 30 круглосуточных биотуалетов. Изменения коснутся режима работы стационарных и передвижных туалетов. Сейчас рассматриваем вопрос увеличения продолжительности работы туалета до 22.00. Но конкретную дату, то есть с какого периода она перейдет на этот режим, то сейчас будет согласование с Департаментом благоустройства и экологии. То есть это будет уже дополнительно. То есть в ближайшее время, я думаю, что этот вопрос решим. Вскоре на пляже завезут 17,5 тысяч тонн песка. Традиционно установят контейнеры для сбора бытового мусора и урны. А также оборудуют места для переодевания. Поставят лавочки и теневые грибки. Открыть сезон планируют в середине июня. После того, как уровень воды Волги достигнет 29 метров. Мэр Елчен, Григорий Першаков, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 73 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 64 776 человек. Тем временем в губернии продолжается вакцинация от COVID-19. Сегодня был привит 400-тысячный пациент. Им стал 72-летний Раис Муниров, житель села Камышла. Населенный пункт является лидером в губернии по темпам вакцинации. Здесь привились 29% от общего числа населения. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Коронавирусом переболел еще в первую волну эпидемии, рассказывает житель села Камышла Раис Муниров. Привиться от COVID-19 решил, чтобы избежать осложнений и снизить риск повторного заражения. После постановки вакцины в прививочном пункте села, мужчина узнал, что стал 400-тысячным жителем Самарской области, которому сделали прививку. После прививки мужчине выдали специальный сертификат о прохождении вакцинации. Получают его все привившиеся жители страны. В нем прописывается дата вакцинации, а также наименование, серия и номер вакцины. У нас уже 55% от подлежащего населения 60+, получили прививку. И 60% от подлежащего населения, взрослого населения, нашей территории тоже получили прививку. Мы достигнем наших планов, а план это 60% всего взрослого населения. Цель прививочной кампании поскорее сформировать коллективный иммунитет. Только в этом случае инфекция перестанет распространяться. Сейчас в области созданы все условия для прохождения вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно добровольно и бесплатно, как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой нужно взять паспорт с НИЛС и Полис. Медики напоминают, особенно важно прививаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Михаил Ермоленко, События. Вход строго в маске. Такая надпись встречает пассажиров городского общественного транспорта уже второй год. Масочный режим по распоряжению регионального Роспотребнадзора действует с 1 мая. И все же до сих пор встречаются те, кто выступает против ограничений. В рейд с контрольной группой отправилась Гульфия Сафина. И в жаркий день, и в дождливое утро понедельника. Масочный режим в регионе еще не отменен, поэтому самостоятельно сходить с антиковидной дистанции нельзя никому. Даже если очень хочется. Особенно требования Роспотребнадзора касается мест, где сложно держать полутораметровую дистанцию. В частности, общественный транспорт. По требованию оперативного штаба проверки здесь проходят каждый день. По-прежнему все так строго. Постановление о соблюдении масочного режима пока никто не отменял. Это положительно, как мы видим, сказывается на динамике заболевания. Мы видим, что динамика заболеваемости сейчас чуть лучше, чем была месяц назад. Что количество заболевших ежедневно снизилось и составляет менее 100 человек. Теперь важно не помешать кривой заболеваемости стремиться к нулю и продолжать соблюдать масочный режим. В рейдах участвуют и сотрудники полиции. Только за этот год на пассажиров общественного транспорта оформили 257 протоколов. Общее число оштрафованных по городу за все время проведения таких проверок перевалило за 400. В фокусе внимания не только те, кого везут, но и те, кто за рулем. Почему вы без маски ехали? Так получилось, забыл. Вот только такой уважительной причины, как забыл, не существует ни для пассажиров, ни для водителей. Напоминаем нашим сотрудникам, как они должны действовать в ситуации конфликтной, что необходимо надевать защитные средства и об этом напоминать всем нашим пассажирам. Ну и, естественно, напоминаем, что если они не будут это соблюдать, что их ждет? По окончании месяца они недосчитаются в своем кошельке премиальной части заработной платы. В салонах как наземного, так и подземного транспорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Иначе водитель и кондуктор имеют право остановить движение и высадить нарушителей из салона. Так, начиная с сентября 2020 года, из транспорта пришлось высадить 3913 человек. Но случаются и приятные моменты взаимовыручки. Кто-нибудь поделитесь маской? Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, моего друга возьму в магазин, а там надо будет маску. Или потеряешься. Проверять салоны общественного транспорта в Самаре будут до полного снятия масочного режима. Пока же за его нарушения, как в регионе, так и по всей стране, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Как правило, его могут выписать в особых случаях, если дело доходит до конфликта. Практика показывает, что чаще всего маска при себе имеется у всех. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила моя коллега Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России могут дифференцировать штрафы для малого и среднего бизнеса. По какому критерию? Размер штрафа предлагают поставить в зависимости от объема выручки. Но это не единственная инициатива, которая касается снижения давления на бизнес. Сейчас расскажу подробнее. В России предлагают установить норму, в соответствии с которой правонарушение, совершенное предпринимателем впервые при отсутствии отягчающих обстоятельств, во всех случаях будет наказываться предупреждением вместо штрафа. Такая мера поможет снизить административное давление на бизнес. А саму шкалу штрафов необходимо дифференцировать, поставив размер взыскания в зависимости от категории бизнеса по выручке – микро-, малые или средние предприятия. Соответствующие инициативы содержатся в докладе бизнес-омбудсмена России Бориса Титова президенту Владимиру Путину. Кроме того, Титов предложил не привлекать к ответственности одновременно юрлицо и его руководителя, если речь идет об одном и том же правонарушении. Также в документе говорится о создании института медиации в спорах бизнеса с госорганами, замене юридического адреса электронным адресом субъекта бизнеса на сайте госуслуг, введении ответственности за необоснованную блокировку счетов налоговыми органами. Россияне в прошлом месяце взяли рекордное количество автокредитов – 94 тысячи суд. И это исторический максимум за все время наблюдений. Рост количества кредитов на авто фиксируют уже на протяжении нескольких месяцев. При этом средний чек автокредита, наоборот, снизился на 3% и составил чуть более 970 с половиной тысяч рублей. Исторический максимум обновили и долги россиян по кредитам на жилье. Они превысили 10 триллионов рублей. За год показатель вырос более чем на четверть, следует из данных Центробанка. Отметку в 10 триллионов рублей этот показатель преодолел впервые. Объем просроченной задолженности на начало мая составил почти 70 миллиардов рублей. Также в Центробанке отмечают, что россияне начали пытаться брать несколько жилищных кредитов в один день и продолжают брать потребительские кредиты на первоначальный взнос по ипотеке. Интересная новость пришла из Китая. Там власти разрешили местным семьям иметь троих детей, а не двоих, как было раньше. Пока неизвестно, когда решение вступит в силу, но оно должно привести к переменам во внутренней политике страны. Раньше супружеским парам приходилось платить немалые штрафы за многодетность, чтобы каждый ребенок смог получить документы, удостоверяющие личность. Например, в конце февраля китайская семья, в которой было семеро детей, заплатила штраф более миллиона юаней или 155 тысяч долларов в США. Ну а курс американской валюты на 1 июня 73 рубля и 30 копеек, доллар потерял 29 копеек. Евро в первый день лета 89 рублей 38 копеек, европейская валюта снизилась на 30 копеек. Нефть марки Brent 69 долларов и 70 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В исправительных колониях Самарской области появилось новое оборудование, благодаря которому удалось создать дополнительные рабочие места для осужденных. Итоги проделанной работы обсудили на заседании общественного совета при силовом ведомстве. Подробности у Марии Левиной. Более 50% осужденных в Самарской области трудоустроены. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова удалось закупить необходимое производственное оборудование и тем самым обеспечить дополнительные рабочие места. Швейное производство, металлообработка, камнеобработка – это далеко не все виды работ, которыми занимаются в местах лишения свободы. Например, здесь изготавливают разносолы, продукцию успешно реализуют в магазинах страны. Будущие планы еще более амбициозные – заменить работающих мигрантов на осужденных и людей, отправленных на принудительные работы. Прежде всего, это заработная плата осужденных. С этой заработной платы исковые обязательства гасятся. Ну и, естественно, как-то зарабатывает человек себе на какое-то там где-то проживание. Сегодня масса примеров, когда люди освобождаются, и у них уже какие-то, может быть, он незначительный, но, тем не менее, есть тот, формируется капитал. В ближайших планах заключить соглашение с новыми предпринимателями, чтобы создать еще больше дополнительных рабочих мест. Речь идет о производстве керамзитоблоков и тротуарной плитки. У нас сейчас в рамках национальной программы по комфортной городской среде, у нас, конечно, на территории региона мы знаем, где ее применить. Причем у нас учреждения отвечают за качество и отвечают, самое главное, за системные поставки. То есть у нас не будет по срокам сдвигов. Такие планы обсудили на заседании общественного совета. При силовом ведомстве поделились активисты и уже проделаны работой. Охвачены разные направления для сотрудников, проводят постоянную акцию офицерский выходной. Добрый знак для осужденных проходит в формате посадки растений на территории лишения свободы. Выполняются библиотечные фонды, осужденные расписывают стены в храмах. По словам силовиков, все эти меры в комплексе позволяют человеку начать новую жизнь. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Особое внимание детям. О безопасности на дорогах в жаркий сезон говорили в администрации города. Как сократить аварии и уберечь самых маленьких жителей Самары от травматизма. А также, какие правила для водителей пассажирских автобусов станут новыми, узнал Михаил Ермоленко. С января будущего года в автобусах начнут устанавливать стахографы. Специальные устройства учета трудовой деятельности водителя. Подобная инициатива прозвучала на заседании специальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Тахограф – это режим труда и отдыха водителя при осуществлении пассажирской перевозки. Это в первую очередь будет по соблюдению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров. То есть водитель будет знать, какое время ему управлять трансплессом, какое время отдыхать. Это в первую очередь будет влиять на безопасность дорожного движения при пассажирских перевозках. Они устанавливались раньше только по межмуниципальным, межрегиональным и международным сообщениям. Также члены комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. По данным ГИБДД, за 4 месяца этого года количество происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних снизилось. Всего 32 случая. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 16 эпизодов. А вот количество ДТП по неосторожности самих детей возросло до 11. В прошлом году их было 6. Так как сейчас начинаются летние каникулы, то работа у нас перенесется в детские лагеря. Это будут пришкольные детские лагеря дневного пребывания, а затем детские оздоровительные лагеря. Там сотрудники госавтоинспекции проведут профилактические беседы и профилактические мероприятия. Естественно, мы будем работать как во дворах, так и в парках. И особое внимание будет уделено у нас велосипедистам и детям, передвигающимся на самокатах. Кроме того, для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт с системами видеонаблюдения. Так в ближайшее время городские маршруты оснастят еще шестью камерами. Особое внимание уделят транспорту, который следует по крупным магистралям, таким как Московское шоссе и улица Новосадовая. За дорогами, на которых аварии случаются регулярно, будет организован дополнительный контроль. Таких участков в областном центре более двадцати. На семи из них работа уже ведется. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Ракета «Союз-2.1Б» с самарскими двигателями успешно стартовала с космодрома «Восточный». Установленные на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1Б» двигатели серийного производства ПАО «ОДК Кузнецов» отработали штатно, рассказали в пресс-службе предприятия. На заданную орбиту выведены 36 британских телекоммуникационных спутников «Ванвеб». Низкоорбитальные космические аппараты предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. В Самарской области спасли раненую косулю. Об этом сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства. Животное обнаружили на шестом километре автодороги Волжский-Курумыч. Предположительно, косуля пострадала в результате ДТП. Инспектор департамента незамедлительно доставил косулю в районное отделение станции по борьбе с болезнями животных для оказания ветеринарной помощи. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. После лечения и восстановления косуля выпустят в естественную для нее среду обитания. С июня в Самаре изменят схему движения троллейбусов номер 6. Как уточнили в мэрии, это связано с переносом опор контактной сети и устройством подходов к Самарскому мосту. Троллейбусы будут следовать до хлебзавода по улице Главной. До микрорайона Волгарь горожане смогут добраться автобусами номер 6А. Они будут дублировать троллейбусный маршрут, рассказали в городской администрации. Ограничения будут действовать ориентировочно до 20 августа текущего года. В России изменит порядок выдачи загранпаспортов. 30 мая вступил в силу приказ МВД, который изменил правила их получения. Заграничные паспорта смогут получить граждане России, как проживающие на территории страны, так и за ее пределами. Однако последним для этого все равно придется приехать в Россию. Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где человек зарегистрирован, не должен превышать одного месяца. В случае подачи заявлений по месту пребывания – трех месяцев. Госпошлина за документ старого образца составит 2000 рублей, а нового – 5000. При этом от уплаты госпошлины в связи с утратой документа освобождаются россияне, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. В этом году в Самаре пройдет 10-й 404-фест. Он состоится 25 и 26 сентября. Как и в прошлом году, тематические секции разместят в одном из отелей Самары. Фестиваль 404 – событие, которое раз в год собирает крупные IT-сообщества со всей России. В 2021 году фестиваль станет юбилейным. В нем примут участие 1700 человек. Спикерами станут топовые специалисты из Microsoft, Mail.ru, Яндекса и других компаний. Ранее на фесте уже выступали Билл Бакстон, Валентин Петухов, Илья Варламов, Сам Вэлла Витясян и Анатолий Вассерман. Высший класс в эти дни показали родители школьников учебных заведений Самарского и Ленинского районов. Они приняли участие в спортивном турнире и поборолись за звание лучшего, показав настоящую борьбу, которая стала примером для детей. Подробности в сюжете. К участию в соревнованиях высший класс родители школьников готовились две недели. Выступали в дисциплине черспорт. Это танцевальный вид спорта, в котором участники показывали хореографические и акробатические номера. Елена Елендерова признала, что подготовиться к выступлению было непросто. Но участие в таких турнирах необходимо для показательного примера детям. На самом деле в таких мероприятиях участвовать очень важно. Мы участвуем в первую очередь для своих детей, чтобы дети потом не боялись тоже участвовать где-то. Потому что в первую очередь, когда мы воспитываем детей, мы воспитываем себя. В этом году турнир провели впервые. Его участниками стали родители школьников из учебных заведений Самарского и Ленинского районов. Состязание включило в себя три этапа. По одному в каждом районе и уже финальный между победителями. За призовые места боролись 13 команд по черспорту, 4 по футболу и 4 по стритболу. Впервые такой комплект спортивных мероприятий проводится в рамках одного турнира. Турнир действительно потрясающий, креативный, потому что он направлен на оздоровление людей и на развитие семейного спорта. Папа играет в футбол, стритбол, мама – черспорт, а детки поддерживают своих родителей. Выполняя показатели, которые перед нами стоят, мы должны понимать, что чем больше родителей мы втягиваем в это дело, соответственно, так же и бабушек и дедушек, соответственно, более здоровой у нас будет нация. И вот такие проекты, они как раз прям очень важны для того, чтобы и страна наша была спортивной, и люди были здоровы, и мы все вместе победили эту пандемию. Организаторы турнира «Высший класс» пообещали, что в следующем году состязания выведут на городской и региональный уровень. Ольга Павловна, Никита Полосов, Константин Головин. События. На свежем воздухе, без телефонов и планшетов. Веселые старты с участием воспитанников детских садов города прошли в промышленном районе. За кубки и медали соревновались 16 команд. За состязанием наблюдал и наш корреспондент Сергей Кизоркин. Толком и не скажешь, кто больше переживает за победы и поражения в соревнованиях – дети или родители. Рассуждают между собой и папы, и мамы на обровке футбольного поля семейного спортклуба. Здесь круглый год проходят разнообразные соревнования для детсадовцев и школьников. Сейчас за кубки и медали веселых стартов состязаются 16 команд. Проигравших нет. Кому грамоту за участие, кому медаль. И всем отличное настроение. У нас постоянно происходят спортивные соревнования. Мы участвуем в каждом из. Потому что на самом деле это такой командный определенный дух. И ребенок ждет соревнования. Это интересно, это увлекательно. Ребенок стремится. И самое важное, что они занимают призовые места. Для них ценность. В этом году веселые старты выиграл 378-й детский сад. И хотя мальчишкам и девчонкам нет и восьми, физрук готовил сборную команду по всем правилам профессионального спорта. Общефизическая подготовка, многократное прохождение эстафет, которые будут на соревнованиях. И самое главное – воспитание характера победителя. Самое главное – это сплоченность детей. Чтобы они были сплоченные, дружные. Девочки с мальчиками, именно конкуренция какая-то у них была, борьба. А потом я всегда говорю своим воспитанникам, что не забывайте, что вы как один за всех и все за одного. Вы одна команда. И возможно, нам всегда везет, помогает. Детсадовские веселые старты проходят в промышленном районе уже пятый год. Участники успешно выступают на школьных спортыкиадах. Ходят на тренировки по разным видам спорта. Главное, по мнению Виктора Воропаева, одного из организаторов физкультурного движения в районе – это привлечь детей и молодежь к здоровому образу жизни. Стараешься им помочь чем-то. Меня это всегда вдохновляет. Вдохновляет то, что эти дети не будут ни наркоманить, ни курить, ни пить. Вот это вот главное, наверное, и для общества, и для родителей, и для государства. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова